Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Это программа «Тема дня» и с вами я, Сергей Рогозин. Мы сегодня поговорим о теме, которая волнует всех. Об охране здоровья, о вопросах защиты медицинских работников, о проблематике общероссийской, местной, то, что нам сегодня приносит в виде новшества законодательства. И из первых уст услышим о тех проектах, законопроектов, которые находятся в работе в профильном комитете Государственной Думы. А сейчас я хочу вам представить гостей нашей программы, наших уважаемых экспертов. Сергей Дмитриевич Леонов, заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по охране здоровья. Грек Вячеслав Анатольевич, председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации. Он у нас уже достаточно частый гость. Но важно, что мы сегодня сможем пообщаться с Сергеем Дмитриевичем и из первых уст, что называется, услышать, что сегодня делается в рамках профильного комитета. Вот наступил 2024 год, что он нам принес, какие-то новшества, есть какие-то приоритеты в законопроектах, которые в ближайшее время, может быть, будут рассматриваться. Я знаю, что проблематика вам хорошо известна и общероссийская, и местечковая для вас тоже, она не является какой-то тайной или чем-то неизвестным. Потому что вы держите руку на пульсе, вы ездите по регионам, вы владеете информацией, что называется, из первых рук. И поэтому у вас достаточно четко сформированная картина по этому поводу. Ну, поэтому начать хотелось бы, конечно, Сергей Дмитриевич. Давайте вот поприветствуем нашу зрительскую аудиторию. У нас достаточно большая аудитория, и наша программа пользуется достаточно серьезным таким вот, скажем, зрительским спросом. Поэтому развеем некоторые вопросы, да, и сомнения, и, может быть, знаете, тема здравоохранения, она остается острой. Острой, потому что, ну, все мы либо пациенты, либо потенциальные пациенты. Еще очень важный сегмент, это, конечно же, защита не только наших граждан, но и тех, кто защищает наше здоровье, сотрудников сферы здравоохранения. Поэтому это вот круг очень больших и важных проблем, а их накопилось немало. Но они, к счастью, расшиваются, решаются. Хотелось бы быстрее, но не так получается, как нам порой хотелось бы. Да, ну, самая основная проблема, которую мы пытаемся решить в рамках комитета, и, безусловно, правительство, и региональные органы власти, это проблема кадрового дефицита. Как раз в 2023 году был принят законопроект, уже стал законом, и буквально весной вступит в силу. Это законопроект, который позволяет ординаторам работать на клинических базах в качестве врачей. Ранее ординатор занимался обучением, соответственно, у него был наставник, и, например, дежурить он не мог. Поддежуривать, дежурить или уже выполнять определенные врачебные обязанности. Теперь мы фактически своим законам разрешаем это делать, и тут выигрывают две стороны. С одной стороны, это больницы, лечебные учреждения, которые получают дополнительные кадры, по крайней мере, на время ординатуры, когда, значит, врач учится, уже повышает... Но это уже решение вопроса, да? Да, определенное решение вопроса. А с другой стороны, врач, уже молодой, да, начинающий ординатор, он может уже зарабатывать какую-то денежку, помимо стипендии, которую он получает. И набираться опыта. И набираться опыта под руководством наставника. Обязательно, потому что, чтобы наши телезрители, радиослушатели не думали, что он там в свободном плавании будет, обязательно будет наставник, обязательно контроль будет. Конечно, первые шаги лучше делать. Поэтому в этом отношении было принято такое решение, которое позволит, ну, конечно, не полностью, не 100%, в какой-то степени позволит решить кадровую проблему именно в тех лечебных учреждениях, где как раз ординаторы и обучаются. Потому что у нас, к сожалению, не везде есть ординаторы. Понятно, что в центральной районной больнице их нет, но, по крайней мере, в городских клиниках, при университетах они есть. Поэтому вот этот такой знаковый достаточно законопроект. Вторая тема, которая рассматривалась и в дальнейшем будет рассматриваться, это тема касается производственных аптек. Сейчас у нас, к сожалению, фармбизнес задавил производственные аптеки, государственные, а частных вообще производственных аптек нет. Но иногда необходима определенная дозировка для ребенка. Порошка, таблетки, еще что-то. Ее можно только произвести в производственные аптеки на месте. Суспензия, болтушка. Раньше, я помню, мы ходили в производственные аптеки. Да, там была аскорбиновая кислота, если помните, в таких пакетиках была. И фасовали именно в производственные аптеки. Но потом это все дело сошло на нет. И сейчас мы комитетом, благодаря поддержке правительства Российской Федерации, стараемся это возобновить. Потому что это очень важно. Но есть проблема, потому что у нас сейчас в ведомственных актах прописано, что все производства фармпрепаратов, а производственная аптека у нас попадает под производственную площадку. Она должна соответствовать определенным критериям. Ну, не все понимают, что такое GMP, но это не важно. В общем, критериям это очень сложно соблюдать. И сейчас вот как раз нам предстоит второй этап. Будем стараться с Минздравом менять ведомственные нормативные акты, чтобы все-таки аптекам разрешили заниматься вот таким небольшим фармпроизводством. Это одна часть. Сейчас очень жесткие требования. Да, очень жесткие требования. Их как-то адаптируют к тем возможностям, которые позволяют делать мелкую фасовку, какие-то штучные лекарства, рецептура которых предполагает быстро их использовать. Да, быстро использованные. И самое главное, что в продаже этих препаратов нет. И, например, это очень важно в дерматологии, когда врач-дерматолог прописывает определенную болтушку, где должны определенные составные части быть. Там порошки, травы, там еще что-то. Их нужно сделать, применить в определенное время. И, соответственно, это поможет подсоединять. Пока это эффективно. Да, поэтому в этом отношении, ну и в развитии, да. У нас очень актуально вот как раз для нашей Тверской области, то, что вы сказали о закреплении кадров. Вот как раз и Вячеслав Анатольевич знает очень хорошо эту проблему. У нас ведь два мегаполиса, которые, ну, скажем так, могут предложить более интересные условия, в том числе и для выпускников Тверской государственной, вот Тверского государственного медицинского университета. И, имея свой университет, у нас очень остро ощущается дефицит кадров, особенно в поликлиническом звене. Это так непросто. Вот очень хорошо, что, видите, вот такие шаги сейчас делаются. Пусть это не кардинально решит вопрос, но, во всяком случае, это очень серьезно будет способствовать снятию напряженности, да, на каком-то этапе. На каком-то этапе, именно в городских агломерациях, да. Ну, вопрос кадрового дефицита такой глубокий вопрос. Мы можем поговорить об этом очень долго. Есть определенные, так скажем, предложения, в том числе у нашей фракции ЛДПР, у нашего председателя партии Леонида Эдуардовича Слуцкого. И, как раз на встрече с президентом, которое у него состоялось в прошлом году, он предлагал вернуть распределение врачей. Ну, сейчас вокруг этого очень много ломается копий. Кто-то категорически против, говоря о том, что это там закрепощение, а по моему пониманию, вот все-таки та система, которая существовала многие годы, она позволяла все-таки решить кадровый вопрос не только... Вот сейчас ведь проблема даже в городе, вот у нас в областном центре, в поликлиниках, не так все просто с кадрами. А тогда можно было решить вопрос обеспечения кадрами даже сельских... На самом деле, те врачи, которые работают в практическом здравоохранении, ну, я не беру Москву, там, Питер, а врачи, которые работают в регионах Российской Федерации, большинство из них выступает за возврат распределения, потому что они в свое время тоже распределялись. Проходили эту школу. И если государство вкладывает деньги, если оно учит доктора бесплатно, ну, как, за свой счет, да, бесплатно ничего не получается, то будь добр от работы какое-то время в лечебном учреждении, таким образом мы можем закрыть вот этот кадровый дефицит. Конечно, это не очень популярное решение, понятно, что... Не очень популярное, против него многие выступают, но... Но, тем не менее, это в пожарном таком режиме позволит сейчас решить проблему, потому что кадровая проблема, она не, так скажем, улучшается, там, состояние этой проблемы, она, наоборот, ухудшается, и мы сейчас должны принимать меры. Да, есть точные определенные решения, но все-таки вопрос распределения жесткого выпускников, он все-таки решит на определенное время эту проблему. Министерство здравоохранения, сразу могу сказать, что категорически пока против, но оно и против, но не против, а оно не может позволить, например, уравнять зарплаты, то есть тут надо выбирать, либо мы распределяем наших выпускников, либо мы делаем зарплаты примерно одинаковые везде, и в Твери, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и тарифы на оказание медицинской помощи, мы все понимаем, что здесь камень преткновения, это тарифы, то есть человек получил помощь медицинскую, ну, в бюджетных всех классификациях это услуга, нам не нравится это слово, услуга, но тем не менее, услугу получил, она оплачивается из фонда обязательного медицинского страхования, и больницы получают деньги, и из этих денег она платит зарплату. Сейчас в таких вот городах, как Тверь, как Смоленск, как Владимир, фактически больница вынуждена порядка 90% своих денег тратит на фонд зарплаты, только 10% остаются на какие-то там вещи другие, поэтому в этом отношении нужно выбирать либо жесткое решение организационное, либо, соответственно, поиск финансовых средств, и фактически уравнивание зарплаты и тарифов в клиниках по всей территории Российской Федерации. Сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу. Уважаемые зрители, оставайтесь с нами. Ну что ж, мы вновь вернулись в эфир, пауза была короткой, и хотелось бы, чтобы вы продолжили свои мысли. Да, и вот с этим все связано, с тарифами и зарплатой, потому что, конечно, молодому человеку, ну и немолодому человеку хочется получать хорошую заработную плату, купить, обеспечивать своих детей, и когда есть Тверь и Москва, где фактически час езды на Ласточке, ну, конечно, человек утром сел, приехал, отработал, уехал обратно, кто-то там суточные дежурства берет, и в этом отношении, я больше вам скажу, Смоленск гораздо дальше, у нас 4,5 часа, я просто представляю, в Смоленскую область, да, в Госдуме, и тоже приезжают работники скорой помощи, берут там двое суточных дежурств, не знаю, можно это... Ну, то есть находят какие-то способы там... Ну, в общем, тоже самое... Вахты какой-то, да? Либо вахты ездят, да, либо тоже переезжают, и вся агломерация московская, и все регионы Центрального и Федерального округа, которые находятся в Москве, они фактически находятся в таком достаточно сложном положении, потому что Москва высасывает все кадры. Ну, вынужденные доноры такие, да? Ну, самое главное, это она не просто так высасывает кадры, они лучших забирает Москва. Поэтому лучшие, кто более квалифицированный, кто может больше заработать, они, конечно, едут в Москву, и самое главное, это не обязательно в государственные клиники. Если же еще частные клиники, и мы, кстати, об этом очень редко говорим, на самом деле и выпускники, особенно вот сейчас, ну, понятно, стоматологи, ну, и другие уже специальности, студенты, ординаторы, ординатуру заканчивают, и они идут сразу в частные клиники. И это тоже, мы не видим этот процесс пока, да, ну, так вот, явно, но он существует. Но мы его ощущаем уже как факт, видя, что не хватает реально узких специалистов, особенно даже в поликлиническом звене. Да, усугубляется. Поэтому вопрос государства вырастила специалиста, выкормила, обучила, и он после обучения уходит в частную структуру. То есть зарабатывает деньги для частного инвестора и так далее, не для государства. Поэтому здесь вопрос все-таки о распределении и обязательной отработке для тех, кто на бюджете учился, там пусть не пять лет, но хотя бы три года, все-таки здесь нужно обязательно... Отлично, да, вполне логично. И будем надеяться, что все-таки вот именно такой подход будет находить поддержку, потому что я думаю, что он действительно востребован. Вячеслав Анатольевич, как вы относитесь сейчас к вопросу недостатка кадров? К сожалению, это острая тема. Спасибо, Сергей Николаевич, за предоставленное слово. Очень здорово, что мы сегодня с представителем Государственной Думы, с Сергеем Дмитриевичем встретились, мы уже обговорили с ним некоторые вопросы. Но вопрос, конечно, дефицита кадров, он вообще по Российской Федерации довольно-таки большой. Но наша Тверская область действительно имеет особенности. Она самая большая по площади в Центральном федеральном округе. Ну, такая сложная инфраструктура. И, конечно, близость Подмосковья и Москвы. И Санкт-Петербург, с другой стороны. Поэтому, естественно, вот сегодня говорили об уровне заработной платы. Действительно, если уровень заработной платы в Москве и Подмосковье на порядок, а то и на 2, а то и на 3, выше, чем в Тверском регионе, то, естественно, имея различные ипотеки, кредиты и так далее, вот, будет, значит, медицинские работники, конечно, будут переезжать в соседние регионы. Но, вот, для того, чтобы все-таки они оставались, есть несколько условий. И, вот, конечно, хорошо, что у нас есть профсоюзная организация. Вот у вас на местах уже сейчас накопилось достаточно немало хороших, успешных практик, даже в имеющихся условиях. Да. Вот смотрите, во-первых, у нас имеется отраслевое соглашение между Министерством здравоохранения и работниками в лице профсоюза. Это очень важно. Это очень важно, потому что нам удалось в этом отраслевом соглашении прописать льготы и гарантии более, чем записанные в Трудовом кодексе и даже в федеральном отраслевом соглашении льготы и гарантии значительно меньше, чем у нас. Для чего это было сделано? Для того, чтобы хоть каким-то образом все-таки привлечь работников оставаться в учреждениях, медицинских учреждениях Тверской области. И это, например, дополнительный отпуск за вредные условия труда. Ведь по Трудовому кодексу 117-й статье там положено от 7 календарных дней. То же самое написано и в Федеральном отраслевом соглашении. И только в нашем отраслевом соглашении прописано 14 календарных дней при классе вредности 3.2. Такие механизмы, они еще создают дополнительную возможность закрепления кадров на местах, потому что, конечно, арсенал средств, он невелик, но все равно нужно ведь их изыскивать, как возможность вот этого капитала для специалистов, оставшихся на селе, то есть как-то закрепиться. Поэтому вот очень важно, когда есть связка на местах и в нашем парламенте, чтобы все-таки ну и услышаны были вовремя и реагировали. Я знаю, что вы все-таки, Сергей Дмитриевич, информацию с мест собираете, обрабатываете, получаете. В реальном режиме времени у меня есть социальные сети, мне пишут огромное количество врачей со всей страны. Вы представлены практически во всех сетях, я смотрю, у вас очень много. Кроме тех, которые... Ну, кроме дружескопрещенных, да. Это естественно для тех... А что хотелось бы сказать-то? Вот как вы расцениваете инициативы профсоюзов как возможное подспорье вот здесь для закрепления кадров вот в этих условиях? Может быть, как-то учитываться это может в рамках парламентской деятельности вот такие механизмы? Или пока еще этот вопрос так не рассматривался? Да нет. Почему? Мы открыты и к любым инициативам, и в том числе законодательным, пожалуйста, с точки зрения федерального профсоюза и региональных профсоюзов, если есть предложение, каким образом скорректировать федеральное законодательство. У нас очень демократичный комитет. То есть, смес в том числе вы собираете вот из разных, так скажем, позиций, с лечебных, ну, с позиции работников здравоохранения, с позиции управленческого персонала, с позиции пациентов. Ведь эту проблему с разных углов зрения видят люди по-разному. Ну, конечно. Пациенты всегда, ну, не всегда, но очень часто, так скажем, предъявляют свои, ну, обоснованные, в частности, претензии там и к главному врачу, что нет специалистов. Куда пойдет пациент? В центральную районную больницу. Нет терапевта. Или на 12 ставок, которые должны обслуживать тот или иной участок, всего три работают. Понятно, будет огромная очередь. Все будут недовольны. Сами врачи будут перерабатывать. Они тоже люди. Они начинают там немножко грубить, как-то так относиться, соответственно. Ну, потом выгорание профессиональное у людей наступает. И, как, куда идти пациент? Он будет, конечно, жаловаться на конкретного врача, он будет жаловаться на главного врача, хотя мы с вами и все понимают, в чем причина, но пациент, безусловно, на местах решает. Особенно, когда человек нездоров, это вдвойне еще делает его более раздражительным. И он знает, что у него есть конституционное право на охрану его здоровья. Поэтому, да, вот у нас есть определенная дилемма, так скажем. Ну, не дилемма, а мы в этой парадигме живем. Те, кто... Нам надо защищать права пациента и делать так, чтобы пациент был хорошо и он был доволен. И врачей надо защищать, потому что мы понимаем, что если не защищать врачей и не делать для них условия, то пациент, прежде всего, пострадает. Поэтому мы в этом отношении работаем. И когда, например, я выступаю, я говорю, и не только я, и мои коллеги, что нужно криминализировать медицинские статьи, по которым, ну, сейчас уголовные дела заводятся, причем иногда по надуманным поводам, потому что кому-то надо там погоны, может быть, побольше звездочек, там еще что-то такое. И фактически ставят крест на карьере врача, соответственно, он уходит из специальности, другие видят это, тоже в специальности не идут. Вот я сейчас говорю о анестезиологах, я сейчас говорю о хирургах, о кушер-гинекологах, которые видят, как на их коллег по разным поводам заводятся уголовные дела, приостанавливаются их фактические деятельности, иногда просто калечат судьбу человека, он вообще из специальности уходит. И, конечно, и те же ординаторы смотрят, и вообще наша медицинская общественность. И, кстати, это очень сильно влияет на то, что люди в эту специальность не идут, потому что она рисковая считается. Поэтому здесь тоже нужно понимать, какие могут быть профсоюзы, как раз в этом отношении, могут защищать врачей. А, к сожалению, не всегда может быть эффективно. Не знаю, не всегда эффективно, может быть, но, честно, вот врачи уже объединяются в общественные организации иные, я имею в виду там Рошаль, Российское общество хирургов, например, это общественные организации, и они уже внутри своих общественных организаций начинают формировать юридические отделы. И фактически, ну, тот, кто состоит в этой общественной организации, может рассчитывать на юридическую помощь. На юридическую защиту, да. И они фактически, ну, спасают некоторых докторов от, ну, немотивирующих... Хотя вот это, наверное, действительно ведь перегиб, потому что ставят под угрозу, что проще сегодня доктору отойти в сторону, мне проще ничего не сделать, потому что, если я предприму то или иное действие, оно может не возыметь ожидаемый эффект, а тогда меня могут ждать совершенно непредсказуемые последствия. Безусловно, особенно для хирургии. Я просто был на встречах вот с Бастрыкина и Рошаля, когда в центре у Рошаля, вы знаете, там полемика по этому поводу велась, и обеспокоенность доносилась и до Следственного комитета. И вот Бастрыкин утверждал во всеуслышание, что, значит, вот таких гонений на врачей не произойдет. Хотя, по факту, мы видим очень интересные порой, да, вот развитие событий. Хотелось бы их действительно избежать. И защита вот здесь как раз врачей нужна. А как? Если случай очень такой сложный, и если не предпринять действие, либо оно будет иметь какое-то положительное воздействие, либо нет. И, значит, если не будет положительного эффекта, что врача нужно отдавать под суд, Сергей Николаевич, можно я все-таки добавлю? Вы знаете, вот Сергей Николаевич сказал, что формируется там национальная врачебная палата, значит, другие сообщества. Но я хочу сказать, что, во-первых, у нас в профсоюзе хорошая очень юридическая служба. Это раз. Второе, значит, у нас в предыдущем законе об охране, в федеральном законе об охране здоровья здоровья 93-го года, в статье 64-й и 63-й, ну, 63-й, там было страхование профессиональной ответственности медицинских работников. Теперь вот в новом, значит, в новой редакции это все изъяли. И теперь, ну, мы в этой ситуации нашли выход. Значит, несколько больниц, у нас вот доковидное время, когда, значит, были тоже вот эти проблемы на падки наших медицинских работников, значит, договорились со страховыми компаниями о страховании профессиональной ответственности. Вот как раз в это страхование профессиональной ответственности и входит защита врачей при возникновении вот таких сложных проблем с пациентами. Или в случае врачебной ошибки это тоже, как Рошаль сказал, что в 95% да, мы знаем, а вот 5% как поступить с больным, правильно поставить диагноз, а 5% она остается, и никто не может ничего гарантировать. Поэтому врачи наши тоже должны быть защищены. И вот если бы страхование профессиональной ответственности в западных регионах, странах вернее, там даже врача не допускают до работы, если у него нет страхования профессиональной ответственности. Я вот только предлагаю это сделать все-таки на государственном уровне, потому что да, даже мы вот страхуем наших работников и от профессиональной ответственности, и от несчастных случаев. Переходя тоже к несчастным случаям, я хочу сказать, что у нас травматизм в здравоохранении, он же в третье место занимает. Вот, по сравнению с этим. А особенно травматизм на скорой помощи. Но сейчас участились случаи, когда воздействие посторонних лиц на наших медицинских работников. Вот совершенно недавно, в эти праздники 6-го числа, на наших медицинских работников, в Балаговской ЦРБ, напал пациент, которого доставили в приемное отделение. Четыре человека пострадало. Сейчас, конечно... То есть это психическое расстройство или действие алкоголя? Сейчас это разбираются, да, в чем причина, но там же, у нас же 80% женщин работают в нашем здравоохранении. И как, да, они реально не могли себя защитить. Но вот в этих ситуациях обязательно по законодательству должен разбираться, создаваться комиссия и участвовать в профсоюзной организации. Вот. И мы таких работников, наших работников, будем, естественно, защищать. Но хорошо бы это было бы еще и усиленно вот этот разговор о том, чтобы защитить наших работников. И чтобы они... Такая же защита была, как у государственных служб, как у полицейских, как у прокуратуры. Понимаете, вот когда были ковидные времена, ведь мы получали хорошую защиту. Вот эти социальные выплаты и в случае смертельного исхода, и в случае получения инвалидности. Там приличные суммы были. Вот. Есть, конечно, у нас защита в виде там фонд социального страхования, пенсионный фонд. А сейчас-то куда у нас риски эти делились? А риски эти... Сейчас у нас что, теперь нет ни ковида, ничего другого? Ковида нету. Сейчас вообще говорят, какая-то 3D-мия какая-то уже появилась. На самом деле, по поводу нападения на врачей и рисков этих, и защиты врачей от различных, так скажем... Неадекватных действий. Мы поднимаем постоянно эти вопросы. И мы, в частности, фракции ЛДПР, мы разрабатывали законопроект о том, чтобы как раз они имели такие же степени защиты, например, как полицейские. И наказание было соответствующее. То есть, если ты противоправное действие совершил по отношению к полицейскому, то это гораздо... Жестче. Жестче последствия будут, нежели ты просто там с человеком... Потому что он представитель власти. Мы тоже хотим, чтобы у нас врачи были как представители власти. Во-первых, это определенный статус. И определенный... Но, к сожалению, правительство и, так скажем, те органы, которые оценивают законодательные наши инициативы, они считают, что это перебор. Пока не готовы, да? Перебор, да. Тогда надо там и учителей, и другие специальности, которые в обществе, так скажем, работают. Но если мы возьмем статистику, ну, понятно, что на учителей нападают гораздо реже в рамках их профессиональной деятельности, да? То есть, ну, что, ребенок там напал на учителя или кто там... Полностью защищена школа, там есть охранники, ну, да, может быть. А врач, он, ну, извините, он едет на вызов, он не знает, в какую квартиру он сегодня приедет. Особенно скорая, особенно участковые врачи, они действительно не защищены. И очень много нападений, и с летальным исходом, к сожалению, к сожалению. Поэтому они более рискуют своим, и у них нет никаких страховок, так скажем, в этом смысле. То есть, то планируется все равно ведь, да, разработать определенные механизмы для того, чтобы как-то поставить заслон вот этим риском, чтобы людей обезопасить, чтобы подумать, побеспокоиться вот именно о профессиональных кадрах. Здесь, знаете, Сергей Николаевич, можно еще подойти с другой стороны. Вот мы же занимаемся охраной труда еще, да, условиями работников, в каких работают работники наши. И здесь очень важно создать нормальные условия работы, в том числе и по защите наших работников внутри медицинских учреждений. Это и тревожные кнопки, это и видеонаблюдение, это и охрана в медицинских учреждениях. Но, к сожалению, чтобы вот все это дело сделать, нужны дополнительные финансовые средства. И, конечно, мы вот обращались в соответствующие исполнительные органы власти о том, чтобы в нормированный страховой запас фонда обязательного медицинского страхования, практически все, ну, большинство у нас учреждений через фонд обязательного медицинского страхования работают, включить все-таки определенные финансовые средства для того, чтобы их лечебные учреждения могли потратить на охрану труда. Вот создать хорошие условия труда для работников, это же тоже первое значение, главное значение имеет. Вот. Для того, чтобы работник приходил на работу, у него, он был спокоен, у него все было под руками, и он мог нормально, высококлассно, профессионально оказывать медицинскую помощь нашим пациентам. И пациенты будут тогда довольны. Вот. Если будут, да сами пациенты иногда приходят, и если вот эти условия не созданы, значит, нету ремонта, там нету оборудования, но, слава богу, у нас в Тверской области это все пополняется. Сейчас уже прошли, как бы, наверное, те времена, когда, ведь все-таки, согласитесь, была достаточно масштабная модернизация здравоохранения проведена. Это никто не будет отрекать. Есть национальный проект здравоохранения, в рамках его. Может быть, не всегда все вот там было идеально реализовано, но, тем не менее, существенно обновились и лечебные учреждения. У нас вот надо отметить, что у нас, в частности, в Твери и благодаря губернатору проводится колоссальная работа по модернизации лечебных учреждений. Это действительно так. И я думаю, что эта работа-то будет набирать обороты. Но есть еще узкие места. Вот согласитесь, вот смотрите, мы с вами видим, что проблема с кадрами, она актуальна как на местах, так она воспринимается остро и в федеральном центре. И уже активный поиск не просто идет каких-то мер, а уже выработаны определенные шаги, которые хотя бы на местах, хотя бы в каких-то, так скажем, конкретных случаях, но проблему снимают. Но у нас вот проблема с лекарственными препаратами. Допустим, мы сейчас вот немножко коснемся вопроса пациентов. Особенно льготное лекарственное обеспечение. С ним большие проблемы, согласитесь. И ведь порой не из-за того, что не хватает денег. Бывает, что и финансирование есть, а вот как-то распорядиться, как, знаете, вот в том мультфильме, да, про кота Матроскина. Кто там, кот, по-моему, да, вот этот сказал, да, говорит, у нас, говорит, деньги-то есть, у нас, говорит, вот что-то ума не хватает, да, вот может быть, еще что-то тоже где-то не хватает, может быть, какого-то профессионального подхода, может быть, недостаточный уровень компетенции или ответственности. Ведь когда утилизируются препараты на огромную сумму, это, наверное, неправильно, да? А на самом деле есть такие проблемы, и мы тоже предлагали, я выступал с этой инициативой создать главное аптечное управление вообще в Российской Федерации с тем, чтобы именно льготные категории граждан и те лекарства, которые человеку, так скажем, выдаются не за деньги, они все-таки концентрировались в руках государства. Да. Это первый момент. Второй момент. У нас каждый регион сейчас сам выходит на закупки по 44-му закону, соответственно, производитель или там поставщик, он может заявиться, может не заявиться, может его цена не устроить или еще что-то. И очень часто возникает, что цену того или иного препарата ставят достаточно низкую, потому что в бюджете просто денег нет в регионах. и просто не заявляются. Не заявляются поставщики. И возникает дефицит. Бывает ситуация, когда человеку подходит тот или иной препарат, например, из-за санкции он перестает поступать в Российскую Федерацию или еще по каким-то причинам, опять же из-за санкции, наш завод, который его производит, он не может там произвести. Опять возникает дефицит. Есть, конечно, ненадлежащая работа чиновников, и тех, кто отвечает за лекарственное обеспечение. И опять возникает дефицит. Не вовремя там закупили, а слишком много закупили того препарата, который, например, не нужен впоследствии будет. То есть планирование нарушено, и вот поэтому вы говорите уничтожать там какие-то лекарства. Я знаю, что в Кирской области такая проблема была, и не знаю, насколько она сейчас решена, но тем не менее. Вы знаете, здесь надо отметить вот то, о чем вы говорили. Как раз вот Игорь Михайлович Рудене, наш губернатор, он предпринял надлежащие шаги для того, чтобы эту ситуацию расшить. То есть появился закон о едином поставщике. Это государственное предприятие фармации. Больше того, когда там уже стали в правоприменении возникать какие-то пробуксовки, уже к концу года фармации придали статус стратегического предприятия. То есть это очень важные шаги, которые в общем-то создали правовой механизм для того, чтобы обеспечить надлежащим образом реализацию льготными лекарственными препаратами тех категорий граждан, которые в этом нуждаются. Но пока в полной мере это не заработало. И вот здесь вот то, о чем мы с вами говорим. Как раз может быть недостаточный уровень ответственности, недостаточно высокая компетенция тех, кто этим занимался, потому что действительно нужно же подходить и планирование осуществлять достаточно серьезно. Тут очень много факторов, которые должны быть учтены. с другой стороны, планирование тоже может в защиту так скажем вот этой структуры я могу сказать и в защиту бюджетов региональных. Потому что вот, например, запланировано какое-то количество сотен миллионов рублей на лекарственное обеспечение. Все бы ничего, мы прекрасно понимаем примерно какие у нас пациенты, в чем они нуждаются, год от года, примерно ситуация одинаковая. И вдруг появляется пациент с заболеванием достаточно редким, которое не входит в перечень обеспечения именно по федеральной льготе. То есть не федерация должна деньги изыскивать, а должна изыскивать деньги бюджет региональный. Может быть, онкологика сложная, либо это орфанное заболевание редкое. И в регионе встает вопрос. Вот допустим, ну я так просто образно, 700 миллионов мы запланировали на обеспечение лекарственных для льготников, а вот этот один пациент на него нужно условное лекарство закупить на 150 миллионов. 700 на всех и 150 на пациента. И он вправе через суды или не суды требовать, соответственно, что обеспечить. соответственно, в регионе возникает проблема. Нужны дополнительные деньги, нужно двигать бюджет и обеспечивать эти средства. Тогда с других статей начинается движение. Потому что деньги-то не безгрозничные, они всегда... И в связи с этим может возникать проблема. Понимаете? В этом смысле, конечно, нужно реагировать оперативно, заниматься правильным планированием, но все-таки если бы государство, потому что у нас государство, например, для ВИЧ-инфицированных пациентов и для пациентов, например, с вирусными гепатитами и туберкулезом, оно производит закупки централизованные. Именно Москва закупает все, потом распределяет по региону. Уже опыт такой есть. Почему не сделать единый реестр? Во-первых, сделать единый реестр федеральный. А у нас сейчас два. Есть федеральный, есть региональный льготников. Соответственно, единый федеральный реестр. Сейчас цифровизация здравоохранения, цифровизация вообще всего и вся, нам это позволяет сделать. И тогда просто мы закупаем, есть логистические соответственно центры в каждом федеральном округе, и которые будут просто, понимаете, дело в том, что купить одному региону какую-то часть лекарств и купить всей стране какую-то часть, и заказы сделать на завод, это гораздо дешевле. То есть мы экономим огромные деньги. И мы с министром, когда на этот счет разговаривали, мы начали запуск своих уже каких-то линий. Да, конечно. То есть завод будет понимать. У него там, например, столько-то ему заказано на год произвести. Горзаказ. И он под эту цену, стабильную цену, потому что все договорились, Гатрак подписали, он для всей страны или там несколько заводов производит это количество лекарств. Соответственно, расти не будет в цене. Никаких перекупов, потому что вы же понимаете, что в здравоохранении есть завод, есть крупный дистрибьютор, есть мелкий, есть аптека. То есть, ну, столько происходит цепочка, и все должны заработать. И понятно, за это все платят пациент либо государство. Централизация здесь важна. Вот. И это предложение ЛДПР. И мы стараемся это продвинуть. И нас слышат. И министр говорил, да, раньше регионы закупали, например, там, томографы, там, каждый себе сам. Разница была, ну, например, кто-то закупает томограф за 30 миллионов рублей, а кто-то там за 100 миллионов рублей. Один и тот же. Три раза разница. Что это такое? Они взяли, закупили, соответственно, министерством общее количество, вот надо сейчас для страны столько-то. Они закупили. Понятно, что цена была самая минимальная, потому что так считай оптовая покупка. И распределили по региону. И сэкономили, что-то мне говорил, порядка там, ну, как это колоссальное, 150 миллионов рублей, там, вот только на этой закупке. Поэтому, вот о чем речь идет. Централизация, планирование, они позволят этот вопрос, ну, как бы более эффективно решать. Да, и сэкономить деньги для того, чтобы дооснастить. То есть, получается, что есть в бюджете запланирована определенная сумма, мы экономим на закупках, у нас высвобождаются деньги федеральные, и мы закупаем еще дополнительные оборудования, потому что его никогда не бывает мало. Постоянно есть востребованность, и постоянно регионы обращаются с тем, чтобы там помочь что-то там закупить, и плюс еще что-то построить. Поэтому, в этом отношении нужно переходить к централизованным закупкам, реальному планированию, тем более, еще раз говорю, что все цифровые платформы, которые у нас сейчас существуют, которые будут еще, кстати, ФОМ сейчас будет запускать свою цифровую платформу, нам позволяют это все делать. Нужно политическая воля, желание, ну, и определенная организация работы. И тогда мы вот нерадивых чиновников исключим, так скажем, региональных, которые могут и, так скажем, откаты в рации, и цены завышать, и вы знаете, что уголовные дела по всей территории Российской Федерации происходят, и на главных врачей, и на этих дистрибьюторов, так называемых, которые в сговор просто вступают. Поэтому мы это исключим. Выиграет пациент, выиграет государство, и выиграет больницу. А нерадивые люди, те, которые хотят воспользоваться ситуацией, заработать деньги на чужом горе, они вот как раз проиграли. Они выйдут из этой орбиты как раз, будут вытеснены, это очень хороший эффект, желательно, чтобы, в общем-то, этот процесс, скорее бы, был запущен. Уже начинается действие по этому. Действительно, но потребность такая есть, и люди порой ее очень остро ощущают. Все-таки, коллеги, нельзя не вспомнить, года 24-й объявлен президентом годом семьи. В связи с этим, я хотел бы спросить Сергея Дмитриевича, и вас, и Вячеслав Анатольевич, и вас, вот в связи с этим, какие можно ожидать шаги в сторону семей, особенно, может быть, многодетных семей. То есть, вот чего им в этом году нам ожидать, чем мы их можем порадовать? Ну, порадовать я не знаю. Я думаю, радовать будет президент нас всех своими решениями, и мы их будем, безусловно, поддерживать, потому что Владимир Владимирович очень много занимается этой проблемой, и были на протяжении последних лет приняты огромное количество решений, которые позволили семье, в которых есть дети, чувствовать себя более защищенно. Мы видим его личную обеспокоенность, что год провозглашен годом семьи. Ну, во-первых, насколько мне известно, в этом году все-таки будет, наконец, принят федеральный закон о статусе многодетных семей. Потому что у нас сейчас каждый регион своим законодательством определяет, какая семья считается многодетной, сколько должно быть детей, когда этот статус у семьи, так скажем, уходит, когда ребенок, например, 18 лет старше, либо когда он заканчивает в ВУЗ, тогда статус теряет многодетная семья и так далее. То есть у всех, кто у нас что-то гораздо. Унифицировать законодательство, сделать так, чтобы везде у нас был единый статус многодетной семьи. Я сам, кстати, многодетный отец, у меня трое сыновей. И, кстати, удивительное удостоверение тоже в каждом регионе по-разному. Есть регионы, где папе и маме дают удостоверение. Папе многодетный отец, а маме многодетная мать. У нас в Смоленской области, моя семья живет только маме дают, например. Я буду бороться, чтобы, когда будем рассматривать закон, чтобы обоим родителям... Можно вам такой наказ? А может быть, еще подумать о многодетных бабушках и многодетных дедушках? Вот я многодетный дедушка, у меня четверо внуков. Многовнучных дедушек. Нет, безусловно, так все хорошо. Это очень базово и важно для многодетных семей, потому что все-таки и президент об этом говорит, что наша страна должна быть все-таки многодетной и страной многодетных семей. И в этом плане это наш фактический способ преодолеть все невзгоды. То, что сейчас очень много мы слышим по поводу мигрантов и люди недовольны. Есть объективные позиции, почему их много, есть там субъективные, но неважно, мы не будем это сейчас обсуждать, но для того, чтобы было меньше мигрантов, надо больше, чтобы было нас. В свое время. Поэтому в этом отношении, если будет больше нас и больше будет соответственно рабочей силы, больше будет людей, мы можем свое государство обеспечивать, обслуживать, потому что у нас колоссально огромная страна. И мы вот с Леонидом Дарвичем, с Луцким недавно летали на Чукотку, в Анадырь, 9 часов лет от Москвы. Сегодня там, кстати, президент в Анадыре. Поэтому в этом отношении, конечно, колоссальнейшая страна, и чем больше нас будет, тем лучше. И потом, чем мы понимаем, что если там один-два ребенка есть в семье, семья морально, по крайней мере, и опыт у нее есть вырастить еще и третьего, четвертого и пятого, было бы здоровье, это важно. И важно, конечно, финансовое обеспечение, потому что чем больше детей, тем менее семья состоятельная, потому что все-таки тяжеловато. Во-первых, жена, как правило, не работает, один муж работает, ну и, соответственно, чем больше детей, чем больше расходов в этом отношении. Плюс еще, есть же вопрос бесплодия. И, к сожалению, количество бесплодных пар все больше и больше в нашей стране. Я не говорю о child-free, это вообще надо запретить, это идеология, что бездетная. То есть, мы вот вроде можем иметь детей физиологически, но мы не хотим и всю жизнь будем без детей. Вот такие шаги по поводу ограничения пропаганды абортов. Это действительно важный, серьезный шаг, и я думаю, что он нашел поддержку вот, допустим, в слоях уже достаточно зрелых, да, вот, может быть, полемика там вокруг этого ведется в деталях, но в целом-то, в общем-то, пропаганда абортов, она действительно должна быть ограничена, сведена на нет. В целом, особо, я не вижу вот прям вот суперпроблемы в этом, я больше вижу проблему в том, или, может быть, мои ожидания, вы говорите, чем нас порадует год семьи. Я бы видел в какой-то специальной программе как раз вот для лечения бесплодных пар. У нас есть, да, ЭКО, есть, мы сейчас о здравоохранении говорим, да, есть технологии определенные, например, у нас один раз может сделать экстракорпоральное оплодотворение за счет фонда обязательного медицинского страхования. Второй, третий, четвертый, пятый, все свои деньги, соответственно, и анализы, и обследования, и все, дальнейшая терапия, она вся происходит за счет пары, да, поэтому мне кажется, что было бы правильно сделать специальную программу по поддержке именно бесплодных пар, потому что эти пары, они, наверное, для них ребенок это самое ожидаемое чудо, они их, безусловно, вырастят, выкормят, и сделают все возможное, чтобы ему было хорошо, потому что он очень желанен, да, это с одной стороны, а с другой стороны, это к семье, может быть, меньше отношений, хотя мужчины это часть семьи, все-таки должна быть программа о мужском здоровье, что у нас продолжительность жизни мужчин, к сожалению, в стране по сравнению с продолжительностью жизни женщин, оно просто колоссальный разрыв, и мы, наверное, единственная страна, так скажем, в европейском пространстве, да, которая имеет такой колоссальный разрыв, и здесь очень много причин, и в этом отношении государство все-таки должно определенные решения тоже предложить с тем, чтобы у нас все-таки мужики жили подольше, подольше, я с вами согласен, потому что все-таки это стержень семьи, мужчина, да, и если этот стержень, что называется, рано треснет, то все вот это здание, которое называется семья, оно не устоит, поэтому это очень важно, и очень хорошо, что вот такими вопросами вы обеспокоены, и это вселяет надежду, то, что все-таки ожидаемые шаги для корректировки ситуации в ближайшее время будут происходить, положительный опыт будет у нас каким-то образом тиражироваться, а с негативными проявлениями мы научимся эффективно бороться, и я думаю, что профсоюзы в этом тоже будут оказывать свою серьезную и важную роль. Да, Сергей Николаевич, потому что вот только что Сергей Дмитриевич сказал, что одним из условий жизнедеятельности особенно молодой семьи, многодетной семьи это все-таки финансовая стабильность. И вы знаете, как раз совсем недавно были внесены изменения в Трудовой кодекс с помощью профсоюза, теперь базовые оклады могут формировать правительство, и это очень важный момент, потому что скажем, для Тверской области каждый год меньше становится численность в Тверской области населения, и от этого зависит, как ни странно, замкнутый круг, от этого зависит финансовое состояние здравоохранения, система здравоохранения. Чем больше нас будет, тем больше финансового средства. Подышевой финансовый. Да, подышевой финансовый. Нет, нет, чем больше будет работоспособного. Работоспособного, да. А если будет больше пенсионеров, наоборот, здравоохранения будет слопаться. Вот, значит, и еще хочу сказать, что все-таки мы в прошлом году собирали большое зональное совещание здесь, в Тверском регионе. Это сведомо Игоря Михайловича Руден, нашего губернатора, были заместители и представители правительства, министр нашего здравоохранения, нашего Тверского, и плюс представители министерства здравоохранения Российской Федерации, многие министры были или поэкономическому региональному и центральному федеральному округу, северо-запад собирались, и все все-таки отметили проблему заработной платы. Вот, когда мы вопрос задали, а как на федеральном уровне регулируются взаимоотношения между работодателями, работниками и исполнительными органами власти. А вот как раз есть трехсторонняя комиссия на федеральном уровне, куда входит как раз Федерация независимых профсоюзов, представители правительства и представители промышленников и предпринимателей. И вот сейчас, кстати говоря, сделаны рекомендации, как обычно, на 2024 год, и сказано, что в структуре заработной платы должностные оклады должны быть не меньше 55%. Вот, а если у нас, скажем, Турскую область взять, у нас с 1 января этого года минимальный размер оплаты труда равен 19242 рубля, что на 18, на 8,5%, 8,5% мы видим, что у нас все упирается в денежки, но вот время, к сожалению, нашей программы подходит. Последнее, можно, последнее, что молодежь, когда приходит в медицинские учреждения, у них ни квалификационной категории нету, ни стажа, и где им набрать вот эту финансовую стабильность для того, чтобы для существования своей семьи. Я вижу, вы как такой уже умудренный опытом профессиональный лидер, хотите донести, конечно, вот именно то, что вас беспокоит, в том числе и до депутата Государственной Думы в профильном комитете. Но я в заключении хотел бы, Сергей Дмитриевич, буквально два слова нашей зрительской аудитории, и наша программа, к сожалению, подошла к концу. Ну, мне было очень приятно с вами пообщаться и побывать еще раз в Твери. Прекрасный город, прекрасные люди, и, безусловно, это не последний визит, я надеюсь, что еще я приеду, и очень важен контакт с людьми, очень важен разговор, диалог о проблемах, потому что задача любого парламентария, депутата Государственной Думы, это аккумулировать все те проблемы и вопросы, предлагать решения правительству Российской Федерации прежде всего. если правительство сходу эти решения не принимает, то пытаться убедить разными способами. Выходить аргументацию надлежащей. Поэтому мы находимся, так скажем, в авангарде наших избирателей, потому что все-таки правительство, там цифры, факты и определенные другие есть критерии. Это как бы технический механизм, а вы коммуникационные А мы как раз это связующее звено между людьми и правительствами, тех, кто принимает определенные решения. И я неоднократно наблюдал за период своих полномочий, два с половиной года в Государственной Думе, когда позиция депутатов и позиция в том числе оппозиционных фракций, такой как ЛДПР, она либо меняет полностью или блокирует решение, которое правительство хотело предложить, и которое будет направлено не совсем в пользу людей, может быть в пользу какого-то крупного бизнеса и так далее. И такие законопроекты либо они даже не рассматриваются, уходят под сукно, либо они кардинально меняются и эти изменения приводят все-таки к положительному эффекту, поэтому Государственная Дума и депутаты они должны постоянно находиться в диалоге с людьми, с различными организациями, профсоюзами, журналистами, с врачами, учителями, неважно. То есть, чем больше мы получаем этой информации, тем мы аргументирование доносим позицию и иногда мы ставим в тупик и министров, и разных чиновников, которые говорят, да, мы не знали, я говорю, ну, съездите, посмотрите там, да, пожалуйста, никаких проблем. И прямо заинтересованно потом собирают эту информацию и реально принимаются потом решения. Поэтому и наш с вами сегодняшний диалог, я надеюсь, он был интересен нашим телезрителям и радиослушателям, мне он в любом случае был интересен, спасибо вам большое. Нам очень важно, что мы помогаем нашей зрительской аудитории получить информацию, что называется, из первых уст, мы формируем вот тот круг обеспокоенностей, каких-то вот волнующих граждан вопросов, и если они решаются, мы только счастливы от этого. Поэтому наша программа и далее будет помогать людям получать своевременную, достоверную информацию и быть на острие событий. Итак, это была программа тема дня, и с вами я, Сергей Рогозин. А я хочу поблагодарить наших гостей, и до свидания, до новых встреч в эфире. До свидания. До свидания.